Уважаемые слушатели школы юного историка, сегодня у нас четвертое занятие и посвящено оно знаковому периоду в истории Киевской Руси, периоду после смерти Ярослава Мудрого, периоду второй половины 11-го, первой половины 12-го века, когда Киевская Русь вступила в новую стадию своего развития. Эта стадия получила название в истории удельной или в старых советских учебниках феодальной раздробленности. Итак, занятие 4, Киевская Русь, финал. Первый вопрос, который мы с вами рассмотрим, это наследство Ярослава. Имеется ввиду наследство Ярослава Мудрого. После смерти Ярослава Мудрого, напомню вам дату 1054 год, во главе Руси, то есть киевским князем, стал его сын, Изяслав Ярославич. Еще один сын, Святослав, правил в Чернигове. Сын Всеволод, переославли. Кстати, достаточно кучно вот эти три брата сидели на своих владениях, недалеко друг от друга. И в историографии еще вот эти три брата, которые правили в княжествах, которые расположены на территории современной Украины, они еще получили название Южно-Русские князья. И вообще этот термин будет закреплен за княжествами, за князьями, которые будут править на территории современной Украины. В других городах Руси князьями сидели младшие сыновья и племянники Ярослава. Все они, как установил отец, формально подчинялись старшему брату и дяде, Изяславу. Фактически, в Киевской Руси установилась власть трех братьев Ярославичей, Изяслава, Святослава и Всеволода. Часто их власть называют Триумвиратом. Или просто Ярославичей. Поход Ярославичей, допустим, на Полоцк, в результате которого они разорили Минск в 1067 году. Первое упоминание о нашем городе. Ярослав Мудрый завещал, что впредь великим князем на Руси будет старший в роду. В роду Рюриковичей. О чем это говорит? Это говорит о том, что Рюриковичи сидели во всех княжествах Руси к смерти Ярослава. И, по сути дела, Киевская Русь представлялась для них единой вотчиной. И как установить порядок? Кто будет старшим, главным среди них? Кто будет киевским князем? Вот Ярослав Мудрый и решил эту проблему по-своему. Старший в роду. Наследие по прямой линии от отца к сыну, которое было принято во многих странах к этому времени, на Руси уже отступило перед патриархальным чисто семейным обучением. Вот это в дальнейшем стало одной из причин многих распорий и междоусобных войн в роду Рюриковичей. Потому что великие князья старались передавать власть своим сыновьям. А вопрос о старшинстве, кто из них первее, кто старше, кто главнее среди многочисленных отпрысков, скоро очень запутался. Так, благая идея сохранить власть в руках одного семейства обернулась большой проблемой, которая и подтолкнула, по сути дела, Киевскую Русь к междоусобицам. Но это всего лишь повод. Если даже и причина, то не самое главное. Причины раздробленности гораздо глубже. Вкратце остановимся на них. За долгий период, это получается 9 век, 10 и 11, то есть за 300 лет, на Руси существенно выросло хозяйство. Выросли новые города. Зародились и развились крупные вотчины, владения монастырей и церквей. Расширилось сельское хозяйство, ремесло, внутренняя и внешняя торговля. Выросло население. Прежние маленькие деревянные городки превратились в многолюдные центры княжеств. В них были выстроены мощные кремли, детинцы. В центре выселились белокаменные соборы, княжеские и епископские палаты, десятки и даже сотни церквей. И каждое крупное княжество стремилось управлять самостоятельно своими землями, независимо от Киева. Вполне естественное желание. Кроме того, каждое крупное княжество могло теперь выставить рать, войско, не меньше, чем у киевского князя. Центры княжев стали крупными крепостями. Вот и оборона Киевской Руси сейчас была делом не единым, а делом раздробленным. Оборона раздробилась по отдельным землям. Забегая вперед, в этом и минус раздробленности, потому что в военном и в политическом плане Русь стала намного слабее. Усложнился состав общества. Здесь были и бояре, и духовенство, и торговцы, и ремесленники, и низы города, и низы деревни, включая рабов, которых на Руси называли холопами. Зарождалось служилое сословие, слой мелких, назовем их так, феодалов или вассалов, служивших князю за земельное пожалование, которое давалось им только во время службы, а не по наследству, как в отчина, допустим, у бояр. Вот вы на этих воинов и стали опираться князья в борьбе с боярами. Нередко князей против боярства поддерживало и местное население, особенно во время городских восстаний. Вы знаете, одно из таких восстаний произойдет в Киеве в 1068 году, в то время, когда полоцкий князь Всеслав сидел в это время в порубе, захваченный после битвы на реке Немиги. Кстати, это первое известное в летописях народное восстание 1068 года. Вот поэтому, по этим причинам усиление местных княжеств, развитие общества, развитие хозяйства, укрепление военной власти, военного могущества отдельных княжеств. Все это привело к тому, что Русь уже не нуждалась в единой центральной власти. Распад Руси на отдельное княжество еще был связан с огромными территориями. Вот представьте, Киевская Русь включала в себя Волынское княжество. Ну и возьмем окраину восточную, допустим, там уже дальше финно-угорские племена, Муромское княжество. Что между ними общего? Они разделены между собой такими же расстояниями, как, допустим, там Польша и Испания современные. В тех условиях, при отсутствии средств массовой информации современной, подумайте, мир был совершенно иным. Это были люди, как с разных планет. По сути дела, разные миры. На распад страны, возможно, повлиял ее достаточно многонациональный состав. Ведь Киевскую Русь населяла по разным подсчетам около 20 различных народностей. Там жили не только славяне. Большой пласт финно-угорского населения. На юге тюрки, жившие по реке Рось, которые получили названия племена по таким названиям в истории, как торки, черные ногай, черные клобуки, бериндей. Наверное, слышали, когда-нибудь приходилось, которые защищали Киевскую Русь, особенно Киев, от набегов кочевников с юга. Таким образом, древнерусское государство выполнило свою историческую роль. Оно сплотило восточных славян, содействовало его переходу от племенного быта к новой жизни, защитило от внешних врагов, опять же, тех же самых кочевников, способствовало развитию хозяйства и культуры. В рамках единого государства Киевской Руси, пускай относительно единого, но в рамках единого, формируются, по которым самые робкие, постепенно усиливаясь, феодальные отношения. По сути дела, процесс удельной раздробленности можно сравнить с развитием семьи. Вот зарождается семья, союз мужчины и женщины, появляются у них дети, они вырастают и уходят из родительского гнезда. Очень похоже в самостоятельную жизнь, в самостоятельное плавание. Ну, это такое образное, наверное, достаточно яркое сравнение. Обратите внимание на карту Русь в XI веке. Карта Руси представлена различными княжествами, в центре которых находится Киевская, вот Южно-Русские княжества, это Переославское княжество, Волынское, Галичское, Ростово-Суздальская земля, Новгородская земля, огромная территория, финно-угорские племена, вот, чуть на севере. владения Новгорода, обратите внимание, доходят буквально до территории современной Карелии. А на юге граница стабильна. Переославль чуть ниже, может быть, не дальше порогов, где-то приблизительно до современного Запорожья, а может быть, даже и северного. Днепропетровска. И здесь кочуют новые кочевники, новые тюркские племена, которые придут на Русь, будут ее беспокоить и станут на долгие годы фактором, во многом определяющим жизнь, как внутреннюю, так и внешнюю Киевской Руси. Это половцы. До сих пор неизвестно происхождение этого слова. Откуда оно появилось? Существуют различные версии. От самоназвания до версии того, что это племена, жившие по другую сторону реки. то есть сборное название всех кочевников. Кочевники были не новизна для Руси. Были хазары, были печенеги и со всеми с ними Киевская Русь успешно справлялась. Либо это Олег был, либо Святослав, либо Ярослав Мудрий, который окончательно решил печенежский вопрос для Руси. Половцы впервые появляются на границах русских земель около 1055 года. В 1061 году происходит первое сражение между русскими ратями и половецкими войсками. Русь понимает, что перед ними сильный и опасный противник, возможно, превосходящий по силе, по организации, по политическим амбициям, превосходящий всех кочевников, которые были до того. Но Русь научилась справляться с кочевниками. Она окрепшая после правления Владимира и Ярослава Мудрого, и поэтому нисколько кочевников не боится. Мало того, начинается период сосуществования кочевников и Руси. В частности, в 1078 году будущий великий князь киевский Владимир Мономах, в то время Переославский князь, привлекает половцев в поход против полоцкого княжества. Впервые половцы привлечены в качестве союзников за плату. Огромить идут полоцкое княжество. Знаменитый поход зимой 1077-1078 годов. Лучше всего отношения Руси и половцев рассматривает повесть временных лет и патиевский список, и патиевская летопись. Вы знаете, что повесть временных лет дошла до нас не в прямом изложении монаха Нестора, а через многочисленные списки. Вот один из них, наиболее известный, и патиевский, он лучше всего отражает взаимоотношения Киевской Руси и половцев. Там насчитывается несколько десятков половецких имен, половецких ханов. У тюрков хан глава племени, как князь славян. Вот 80 или 90 имен. Так вот, из этих 80 и 90 имен, по мнению российского историка Владимира Рудакова, который занимается вопросами Руси и половцев 11-12 веков, добрая четверть относится или имеет связь с Русью. То это христианские имена, то эти ханы выдавали замуж своих дочерей за русских князей. Знаменитый князь Северо-Восточной Владимирской Руси в будущем 12 веке Андрей Боголюбский, вы знаете. Либо они сами роднились семьями русских князей. То есть такая совместная инкорпорация, что ли, проникновение друг к другу в жизнь было очень очевидно в то время и весьма распространено. Второй вопрос нашего занятия. Каждый додержит отчину свою. Вопрос представляет собой знаменитую формулировку решения Любичского съезда, на котором уже юридически была закреплена удельная раздробленность на Руси. Но обо всем по порядку. Долгое время Изяславичи уживались друг с другом достаточно мирно. Возможно Триумвират давал свои плоды. Но постепенно все изменилось. началась смута. Проблему поднял знаменитый принц Ярослава старший в роду. После смерти Изяслава на киевский трон претендовал Олег. Летопись а также знаменитый литературный памятник 12 века памятник русской литературы к слову полку Игореве говорит о том что Олег своим мечом сеял крамолу требуя перехода не от своего отца к старшему в роду то есть братьям из Триумвирата а к себе лично. Междуусобицы продолжались более 20 лет с 1073 по 1097 год и в 1097 году русские князья решили положить конец междуусобицам с 1073 по 1097 год но это весьма условный период период междуусобицей между Ярославичами то есть сыновьями Ярослава Мудрого и их детьми получается уже внуками Ярослава Мудрого по сути дела все они тянули одеяло на себя может быть кроме одного в 1053 году еще при жизни Ярослава Мудрого у его сына Всеволода я вам говорил который правил переославлен и входил в Триумвират младший из трех слав святослав Всеволод родился сын его назвали Владимиром и он унаследовал родовое имя своего деда византийского императора Константина IX Константин IX формально принадлежал на одной из представительниц этой династии византийской императрицы и стал императором а родовое его имя Мономах единоборец переводит с греческого отсюда его внук ибо дочь его стала женой Всеволода Ярославича его внук получил прозвище и вошел в историю под именем Владимир Мономах Владимир Мономах в 1053 год родился Наверное он единственный кто ратовал за прекращение смуты междуусобиц за прекращение войн князей между собой и за возврат единоначалия на Руси насколько это было возможно в тех условиях правда обратите внимание что по завету деда он претендовать на киевское правление наверное он никак не мог то есть должна была уйти линия Изяслава так соответственно Святослав наследовал его отец Всеволод а он уже получается где-то там под конец старшая в роду кстати система достаточно сложная особенно когда наследников много попробую разобраться кто из них старше и как смотря что ставить во главу угла в 1097 году русские князья решили положить конец междоусобицам но это одна из версий может быть они собирались по совершенно по другой причине дать совместный отпор половцам сплотить и сплотить свои силы в борьбе с кочевниками местом встречи был выбран родовой замок Владимира Мономаха Любич на Днепре кстати обратите внимание если уже само место предполагает наверное можно предположить кто стоял во главе инициативы собрания этого съезда съезды князей были к этому времени вещью достаточно распространенной наиболее известные съезды такие как Витичевский съезд последствия будет съезд Удалопского озера недалеко от Киева вот Любичский съезд вполне возможно что в условиях феодальной раздробленности это своеобразный коллективный орган управления возможность как-то совместно решить насущные вопросы хоть как-то отвлечься от междоусобной борьбы друг с другом за власть кстати Любич сейчас это городской поселок Черниговской области Украина напротив Брагинского района Беларусь Брагин из ближайших белорусских городов самый ближний только получается что Любич на левом берегу Днепра находится как рассказывает летопись князья сказали на съезде зачем губим русскую землю сами на себя ссоры навлекают а половцы землю нашу расхищают и радуются что нас раздирают междоусобные войны да и с этих пор объединимся чистосердечно и будем сохранять русскую землю и пусть каждый владеет отчиной своей интересное заявление посмотрите будем сохранять русскую землю и пусть каждый владеет отчиной своей то есть принцип Ярослава никуда не делся он был закреплен от него не отказались единоначалие избрано не было утверждено не было и видимо не могло уже быть то есть юридически официально было положено начало процессу феодальной или удельной раздробленности на Руси и закрепил это Любичский съезд князьеды говорили что за каждым из них сохраняются земли их отцов кстати за нарушение этого порядка если кто-то нападет на соседний удел князьям грозили кары со стороны других князей то есть отступника того кто посягнет на землю других нужно было наказывать согласно решению той съезда однако съезд подтвердил завет Ярослава Мудрого о сохранении за князьями их отчин это все говорило о том что несмотря ни на какие съезды единое государство начало распадаться а когда оно могло быть единым да только наверное в отношении борьбы с внешним врагом но давайте подумаем к примеру половцы грабили южно-русские княжества знаменитое восстание 1068 года в то время когда наш полоский князь а защищать его было некому и простой народ требовал оружие которое должны были им выдать князья чтобы сами защищать город но что такое народ с оружием который может сам повернуть его против князей и триумвират дрогнул он не знал что делать и вот началось восстание но это южно-русские княжества Украина современная а возьмем полоцкое княжество когда половцы доходили походом до полоцка извините за каламбур никогда вопрос зачем присутствовать в битвах против половцев полоцким князьям минским князьям зачем тратить свои ресурсы силу на врага который никогда доселе не дойдет и не является никакой проблемой для нас кстати обратите внимание показательный факт что на любическом съезде полоцкого князя то и не было и не присутствовал он с одной стороны это его не интересовало вообще с другой стороны может быть он давал понять о том что он уже сам уделен давно и не подчиняется никакому Киеву и не хочет быть в единой связке даже киевский князь не мог вступить чужие владения по решению любического съезда он оставался первым среди равных получается что таких столиц как Киев уже было много ну где-то около пятнадцать в то же время съезд подтвердил что Киевский князь по-прежнему является главным князем Руси пускай даже номинально договорились князья о совместных действиях против половцев и наверное единственное серьезное достижение любического съезда это то что буквально через несколько лет в начале двенадцатого века Русь организует несколько масштабных походов в степь и разгромит половецкие орды половцы не были уничтожены но они поняли что Русь умеет не только отстаивать свои рубежи но и делать превентивные удары и поэтому двенадцатый век это уже век сосуществования Руси и половцев вплоть до монгольского нашествия третий вопрос владимир манамах время ли собирать русские земли вопрос будет посвящен личности политической деятельности можно сказать уникального киевского правителя владимира манамаха его правления выбивается из общего ряда киевских правителей того времени он попытался воссоздать заново киевскую Русь в едином целом и попытался не нарушив старых традиций заветов своего деда Ярослава Мудрого ввести единоначалие на Руси насколько это ему удалось сейчас мы посмотрим в 1113 году в 1113 году в Киеве вспыхнуло народное восстание против княжеской администрации ростовщиков накануне восстания умер киевский князь святополк Изяславович пользуясь отсутствием князя центральной власти на восстание поднялись низы Киева посадское население торгово-ремесленное простые люди во многом восстание было вызвано тем что в городе большую роль экономический вес стали играть ростовщики которым большая часть киевского простого населения попала в кабалу ибо сам князь святополк Изяславович их поддерживал возможно существовала даже политическая партия которая финансировала киевского князя святополка деньгами святополк известен как сребрелюбивец как человек жадный стремящийся к богатству вот при нем в Киеве набрал большую роль и вес торгово-растовщический квартал против которого и началось восстание бояре испугавшись размаха восстания а действительно до этого все выступления в Киеве были связаны в основном с политическими причинами а здесь причины не только политические но и экономические призвали княжить переославского князя Владимира Мономаха который кстати я вам уже говорил не мог претендовать на киевский трон по старшинству переславль переславль недалеко от Киева находится не сразу Владимир Мономах принял приглашение но в конце концов явился в Киев конечно же подавил бунт оружием усмирил черн толпу и стал киевским князем года его правления 1113 1125 обратно внимание что недолго правил во многом почему какая причина здесь кроется дело в том что он вступил на киевский трон уже будучи глубоко пожилым по тем временам по понятиям того времени человеком 60 лет более чем преклонный возраст для политика и для человека тем более того времени даже из власти мучего сословия не говоря уже про просто людина новый князь известный победами над половцами и мудрым правлением сторонник единства княжеств киевской руси устраивал и восставший народ владимир мономах вошел в русскую историю как первый масштабный реформатор я вам говорил про реформы ольги ее реформы все-таки были разовым явлением и касались буквально одной узкой сферы деятельности это налогообложение деятельность владимира мономаха была куда шире она включала во-первых восстановление власти и авторитета великого киевского князя по всей руси во многом здесь все держалось на личном авторитете владимира мономаха обратите внимание что владимир не нарушая заповеди ярослава мудрого не нарушая решение любящего съезда где он сам присутствовал заставил всех князей подчиняться своей власти в помощи авторитета раз военных походов два об этом отдельно особенно он известен своими походами против исторического государства нашей родины против полуского княжества съездами князей и вообще своей властной но в то же время как современные политики сказали конструктивной политикой мономах подавил мятежи и заговоры на волыне современная западная украина в новгороде обуздал самостоятельность Чернигова там правил его двоюродный брат он слушался его разорил своевольный полоцк причем вот на полоцк давайте более подробно хотя про полоцк надо отдельную лекцию конечно считать она у нас будет но тем не менее походы мономаха на полоцкую землю были давнишним его занятием причем он делал это не только будучи киевским князем но будучи еще переославским князем когда он вместе в единой коалиции южно-русских князей ярославичей пытался уничтожить сепаратизм полоцкой земли для нас конечно же это плохо с точки зрения белоруса но с точки зрения державника киевской Руси он поступал вполне логично итак первый поход летом 1077 года второй поход на полоцкую землю зимой 1077 1078 годов вместе с половцами считается что именно ему принадлежит идея набрать среди них отряды наемников которые бы за деньги воевали за идеи и за политику киевских князей в 1084 году он двинулся походом на полоцкую землю но не дошел до полоцка а страшно разорил Минск не оставив в нем ни челядина ни скотины он был здесь в 1104 году в 1104 году его сын Ярополк достаточно известный полководец для своего времени осаждал Минск с другими с князьями правда безрезультатно не сам так сын в 1116 году два месяца осаждали Минск его войска в 1119 именно он будучи уже киевским князем захватил в плен Минского князя Глеба первого Минского князя который увез с собой в плен и который скончался в Киеве и погребен в Киево Печерской лаврии обратно внимание он его не убил ибо все они родня между собой Рюрикович действовал он ювелирно точно он карал сепаратистов но оставлял править местную ветвь Рюрикович своих же родственников понятно что такая политика могла держаться только покуда он правит правда забегая вперед его политику продолжил его сын Мстислав который известен также борьбой с полоцкими князьями вы знаете за отказ участвовать полоцких князей в походе на половцев он выслал ряд полоцких князей в Византию к своим родственникам по матери где они служили 10 лет воевали за Византийскую империю и вернулись впоследствии на Русь не все конечно если не ошибаюсь там только двое по моему вернулись второе его направление это социальное обустройство общества причем сделал он это законодательно сразу после начала своего правления Владимир Мономах принял устав Владимира Всеволодовича по сути дела это была замена русской правды или даже можно сказать дополнение русской правды Ярослава Ярославича были сохранены многие статьи прежней русской правды защищавшей порядок имущество и личность человека но одновременно Владимир Мономах облегчил положение бедных людей проценты за взятый долг значительно снижались многие непосильные долги были ликвидированы произвол ростовщиков был ограничен устав включал и другие статьи которые облегчали участь зависимых крестьян слой которых начинал формироваться знаменитые известные вам закупы рядовичи и даже рабов которых на Руси миновали холопами третье направление деятельности Владимира Мономаха стала организация дальнейшего наступления на половцев и предотвращение их набегов на Русь но это уже была не оборона Русь сама стремила нанести удар по своим врагам в 1116 году великий князь уже немолодой сам возглавил поход в степь неоднократно он посылал против полоса своих сыновей и в первую очередь талантливого полководца и смелого воина Ярополка это была его ближайшая внешняя политика была и дальняя четвертое направление деятельности Владимира балканская политика он продолжил балканскую политику своих предков начиная от Святослава и пытался как когда-то Святослав укрепиться на Дунае на юг было послано русское войско а Мономах даже утвердил своих посланников управителей в дунайских городах не забываем что он вступил в балканскую политику в то время когда Византийская империя вела войну против остатков болгарского царства территория современной Македонии или в историографии еще называется западно-болгарское царство окончательно болгарское государство будет уничтожено в 1018 году это начало 11 века через 100 лет Владимир Мономах пользуясь своим родством с византийскими императорами возобновит эту политику но Византия поспешила уладить отношения миром на Русь было послано посольство с богатыми дарами и просьбы не нарушать мирных отношений с империей кстати среди даров были предметы императорской парадной одежды знаки императорской власти скорее всего своему родственнику но тем не менее среди них был императорский венец с тех пор и возникла легенда о так называемой шапке Мономаха в реалии же шапка Мономаха находится сейчас в оружейной палате Московской Кемля была изготовлена гораздо позже вот картина Кевшенко знаменитого русского художника знаменитого русского художника Кевшенко писавшего на исторические темы Долобский снест князей где центральная фигура Владимир Мономах который призывает других князей русских идти совместно бороться с половцами Долобское озеро сейчас в территории современного Киева там проводился съезд скорее всего на острове посреди этого озера и вот живописец Кевшенко замечательно запечатлел в своей картине художественные образы Мономаха и князей того времени кстати Кевшенко еще чем известен вот его как бы тянет тянуло вернее на картины по сюжету собраний советов в истории его знаменитая картина военный совет в филях пятое его направление деятельности он оставил заветы своим детям в том числе во многом из-за личного примера он написал поучение Владимира Мономаха где писал свою жизнь всего моих походов было 83 а остальных малых и не упомню с половецкими князьями заключал я мир 19 раз при отце все владе и после отца отдавая при этом много имущества и многие одежды свои на волю из плена изаков отпустила знатных половецких князей обратно внимание он не только с ними воюет он еще и мирится с ними пытается дипломатически установить отношения Шарукана Богубарсов Ховчина и так далее а всех знатных князей до 100 вот он имел таким буквально кругом отношения половецким а вот как трудился я на охотах обратно внимание что после военной деятельности указана охота охота в то время это своеобразное ну что ли инициация посвящения во взрослую жизнь правителя обязательно ее нужно было пройти и заниматься надо было не меньше чем походами военными в Чернигове это делал коней диких своими руками в пущих жимами вязал по 10 и по 20 а кроме того когда пороси ездил своими руками ловил тех же коней диких два тура метали меня на рогах это поднимали его на рогах и с конем даже один олень меня бодал а два лося один ногами топтал а другой рогами бодал вепрь у меня на бедре меч сорвал медведь около колена подклад откусил лютый зверь вскочил мне на бедра и коня вместе со мной повалил ну имеется ввиду наверное медведь и бог сохранил меня невредимым из коня я много раз падал голову себе разбивал дважды повредил свои руки и ноги и в юности своей вредил не храня своей жизни и не щадя головы своей вот да но прожил достаточно для своего времени в 1553 году родился в 1125 году умер получается 72 года вот портрет достойного правителя своей эпохи каким он должен быть настоящий киевский князь после смерти Владимира Мономаха власть перешла к его сыну Мстиславу он вошел в историю как Мстислав великий и продолжил политику отца по укреплению власти киевских князей по всей Руси я вам уже рассказывал про его походы на полуцкую землю недостатком Мстислава было наверное только одно он вошел в политику большую в зрелом возрасте и правил он недолго с 1125 по 1132 год то есть политика Владимира Мономаха была продолжена еще на 7 лет небольшой срок а вот после смерти Мстислава великого на Руси уже не было правителей которые смогли бы лавируя между прошлыми традициями наставлениями Ярослава решениями съездов притворять единоначальную жесткую политику в жизнь уже не осталось таких людей и Русь уже бесповоротно вступила в полосу удельной раздробленности не было больше политиков которые бы повернули страну назад раздробленной страна встретила агрессию внешнего врага крестоносцев и монгол